МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стрельба, драка и битые стекла. Вот так под Киевом в Пущеводице пытались выселить переселенцев из Крыма и Донбасса. Люди живут в пансионате Джирало, причем без света, газа и отопления. Переселенцев здесь порядка 200 человек, в основном это семьи с детьми. И вот сегодня к ним нагрянули крепкие парни, вооруженные молотами. Кому помешали жители пансионата, выяснял Александр Васильченко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так сегодня началось утро переселенцев, которые уже третий год живут в пансионате Джирало в Пущеводице. Люди говорят, группу подозрительных заметили на соседней улице. Провокациям были готовы, так как это уже не первое нападение. После того, как начали происходить выстрелы со стороны так называемых строителей, с чего они стреляли, непонятно. У меня в номере было охотничье ружье, вполне законное, я показываю дозвол на него, чтобы никто потом не перекручивал. Ружье охотничье абсолютно законное, абсолютно. После того, как порезали мне руку об стекло, я зашел в номер, собрал ружье. Это охотничье ружье, пятизарядное, беретта Урика. Вышел вот на балкон и выстрелил один раз в воздух. После чего все люди разбежались. Пока жильцы отбивали нападение на центральный вход, вторая группа проникла на задний двор. Ребята накаченные, хорошо подготовленные, молоты были. Молоты такие вот. И группа 20 человек осталась возле щитка и начала отключать электроэнгер. Нападавшие, говорит Фикрет Амеков, обесточили всю пущу водицу. Попытки выселить людей начались еще год назад. Тогда якобы у пансионата поменялся собственник. Он заявил, что размещению людей незаконно. После этого у жильцов начались проблемы. То отопление отключат, то холодную воду, то газ, то электричество. Подобная атака на пансионат повторилась буквально неделю назад. Тогда жильцы просидели без света и тепла 4 дня. Сейчас в Джериле находится 168 людей. Из них 53 ребенка. Мы связались с владельцем пансионата. Вячеслав Гаманай по телефону нам сообщил. Дескать, пытался договориться с жильцами, чтобы они съехали. Не получилось. Они не платят ни за воду, они не платили ни за газ. Они частично какую-то небольшую сумму оплатили за Киевэнерго, за электрику. На сегодняшний день долг по Киевэнерго больше 2,5 миллионов гривен. Долг по Киеводоканалу больше 300 тысяч гривен. По Киевгазу долг больше миллиона гривен. Но даже суть не в этом. На сегодняшний день там они довели пансионат до аварийного состояния. О коммунальных проблемах переселенцев знают и в Абалонской райадминистрации. И подтверждают, люди живут здесь на птичьих правах. Чиновники пытались как-то узаконить их проживание. На одном из загальных сборей было запропоновано, что до договорных подставок, чтобы он, как властник юридичный, заключил договор с каждым мешканцем пансионата жерла для вызначения оплаты коммунальных за электроносеи. Но заключать договоры с переселенцами собственник не стал. Неудивительно, говорят люди. Жильцы утверждают, раньше территория пансионата принадлежала Януковичу. И гамонаю она досталась якобы через коррупционные схемы. У нас есть бумага, которая подвергла, что у него купля-продажа была этого помещения за 5 миллионов гривен. Когда мы посчитали, получается 735 гривен квадратный метр. Где вы купите землю здесь? Скажите. Одного из нападающих жильцы задержали самостоятельно. Его передали подоспевшим полицейским. Силовики также проверили информацию о стрельбе. Со стороны жильцов-спрессивенцев был один выстрел с гладкоствольного ружья. Кто стрелял, у этого человека есть официальное разрешение. Он стрелял в воздух. Это же главное оружие изъято. Спустя пару часов к пансионату прибыла и бригада Киевэнерго. Ремонтники устранили неполадки, но джерелок электричеству так и не подключили. Чей приказ не включать жерло? Мы сломаем завод. Я тебе серьезно не пройдет. Подождите, вы приедете. Возмущенные люди блокируют машину ремонтной бригады. Я ничего не буду вам говорить. Все. Мы выполняем команду диспетчера. Все. Включить по станции. Включили. Уже ближе к вечеру переселенцам все-таки подключили электричество. А чтобы избежать провокаций, у пансионата оставили дежурить бригаду патрульных. Александр Васильченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Как помочь переселенцам решить этот вопрос должны были парламентарии еще на прошлой неделе. Но соответствующие законопроекты плавно перекочевали на нынешнюю. Да и то не все. Будут ли они рассмотрены, сказать не может никто. В повестке дня множество важнейших документов. Но нардепы сегодня больше возмущались, чем работали. И водили по кулуарам чебурашку. Зачем, узнаете из моего сюжета. Вторая неделя в парламенте начинается с легкого шоу. Пока главы фракции решают, какие законопроекты рассматривать, по кулуарам ходит чебурашка. И это не просто мультяшный герой, а посыл и сигнал против непрозрачного назначения аудитора НАБУ. Такий способ, привертающий увагу до цели акции, наводящий костюмованных людей в парламент, мы должны послать прямой сигнал и государству, и владе, и иноземным информатам, что мы мовчать не будем. Свои мультфильмы и у спикера жалуются на законодательный спам. Приходит законопроект, один из них, засудить тампу за нецензурное высказывание относительно женщин. Это нам подается вот такая законодательная инициатива. Что делает аппарат? Конечно, он этого не рееструет. Потому что это дискредитает парламентаризм как основу. А вот повестка дня напоминает сериал с фабулой, повторяющийся из серии в серии. Колосовать избранники не успевают, поэтому все законопроекты перекочевали с минувшей недели. Парламент за предыдущий неделю, Андрей Володимирович, принял 7 законов, при том, что в порядком дневном их было анонсовано 76. Эффективность работы парламента меньше, чем 10% от запланованного. Если нет системной работы с боку руководителя парламента, она подминяется эмоционными решениями на кшал того, что было, скажем, несколько недель в том, когда о 12 часов вам было принято решение с трибуны разговаривать только украинское порушение закона, то, на жаль, у нас такие случаи были. О нарушениях закона и регламента говорят и в кулуарах, комментируя приход на прошлой неделе в Раду силовиков. Правда, фракции оценку тем событиям дают диаметрально разную. Я вернулся к Генеральной прокуратуре с заявкой, чтобы следы в следующем суде покарали Арсенея Яценюка как организатора соответствующей оборудки, фактически путчу, спроби захопить Верховную Раду Украины. Я вернулся к парламентарям, чтобы была создана темчасовая следственная комиссия, где депутаты Верховной Рады, а это предпочитает статус парламентской президентской республики, провели соответствующие расследования и установили всех безвинятых организаторов и обстоятельств такой спроби захопить Верховную Раду Украины. На этом политические оценки происходящим событием не закончились, а лишь усугубились, когда речь зашла о невыделенном транше от МВФ. В большинстве, как и в Кабмине, во всем винят политических сторонников блокады. Международный валютный фонд выкувал свою стурбованность тем, что сегодня именно блокирование транспортных шляхов приводит к тому, что сегодня уменьшается доходная часть, и сегодня это нужно регулировать, и на это нужно немного больше времени. С другой стороны, еще раз наголошу, ничего антиукраинского, ничего, что не отвечает реформам, которые были и проводятся парламентом, в этом меморандуме нет. Мы неодноразово говорили про важкие экономические наследки, которые будут иметь этот пиар на крови. Все это закончилось не тем, про что заявляли наши представители самопомощи, не звольнением заручников, а тем, что сепаратисты, представители ДНР и ЛНР, захопили украинские предприятия. В самопомощи все обвинения воспринимают с иронией, а в Батьковщине, возвращаясь к деньгам МВФ, настаивают, чтобы без одобрения парламента меморандумы подписывать никто не имел права. Самопомощь, очевидно, 25 лет при власти, весь час эффективно и качественно использовала все транши, а теперь сталося, вот видите, государство через самопомощь не имеет, не эффективно его используют. Это прекращение стало, как реакция международной общей, на неимоверную нагленность. Без ратификации Верховной Рады Украины, без публичного розгляда, международные валютные фонды не могут подписывать с высокопосадовцами Украины будь-який меморандум. Спочатку публичная презентация, потом обговорение в Верховной Раде, потом принятие проекта Верховной Рады, и только после того подписание. Вот только шансов появиться этой инициативе в повестке дня не так уж много. По традиции в зал вносят в основном законопроекты, инициированные большинством. А те хотят завтра назначить членов счетной палаты, рассмотреть изменения состава ЦИК и заняться топливно-энергетическим комплексом. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Возможно, нардепам придаст ускорение президент. По крайней мере, прямо в эти минуты на Банковой он встречается с лидерами парламентских фракций. Встреча за закрытыми дверями. О чем же там говорят, попыталась узнать Алла Матюшока на стен президентской администрации. Алла, здравствуй, скажи, известны ли темы встречи, удалось ли тебе пообщаться с депутатами? Да, Кать, добрый вечер. Встреча президента с руководителями парламентских фракций началась минут 15 назад. Она проходит в администрации президента. Я хочу сказать, что ранее спикер Порубей заявлял о том, что сами депутаты инициировали эту встречу, так как у них накопилось немало вопросов. Ну, некоторые парламентарии говорят, что пришли по приглашению президента. С ними нам удалось пообщаться перед началом заседания. И многие говорят, что главными, предполагают, что главными темами сегодняшнего разговора с президентом будет ситуация с блокадой на Донбассе, а также отстрочка очередного транша МВФ. Нас запросили, тому я зараз иду, я не знаю, який порядок денний будет, але швидше за все, я думаю, это и питание организации блокады, можливо, какие-то другие вопросы, кадровые, на завтра вносится, вы знаете, склад рахунковой палаты, тому, можливо, какие-то другие вопросы, все обещают нам на конецтво центральную выборчую комиссию. Я думаю, что будет разговор в контексте того, про что мы говорили, это непроста ситуация, связанная с блокадой, это оттерминувание МВФ нам чергового траншу, это и поднятя тарифов. Президент покликал керевников фракции, я вважаю, что это добрый знак. Проблем очень много, это проблемы створения антикорупционного суду, это проблемы створения Конституционного суду, есть о чем поговорить. Ну а о чем еще будут разговаривать парламентарии с президентом, мы узнаем позже, мы остаемся здесь, будем следить, чтобы вам позже рассказать о результатах этой встречи. Алла, спасибо, мы с тобой не прощаемся и поговорим еще раз ближе к концу выпуска. А сегодня днем президент говорил с представителями местных властей. Участвовали также премьер и генпрокурор, едва ли не главные темы, разрушительные последствия блокады на Донбассе и отсрочка транша МВФ. Решали, кто виноват и что делать. Ответы на эти и другие вопросы слышала Анна Каменева. Домокла в меч для Украины. Блокада Донбасса длится два месяца и уже нанесла удар по энергетике, промышленности, металлургии. Пострадает вся экономика, говорит президент. По подсчетам Минфина, темпы роста ВВП могут опять замедлиться. Кроме того, есть и политические риски. Организаторы блокады дурили общество, потому что это не была блокада Ордо Орло. Какая блокада, когда там дырка в кордоне, в том числе с Российской Федерацией сотни километров. На самом деле, все это выявилось спецоперацией, направленной на то, чтобы выштовкнуть оккупованные районы с украинского Донбасса в Российскую Федерацию. Наследок блокады Украина втратила остальную сферу вплива на эти территории. Блокада, которая произошла, это блокада была не в интересах Украины. Это блокада была в интересах России. Это блокада против украинцев и против нашей страны. Это блокада, которая причинит стримование нашего экономического возрастания. И безоперечно, есть люди, которые несут за это персональную ответственность. Впрочем, фамилии премьер не указал, зато назвал глава государства, говоря о влиянии блокады на решение МВФ отсрочить вопрос о предоставлении Украине миллиардного транша. Причиной от терминования стали наследки блокады. Сегодняшний мой день начался с нарады с этого вопроса. И один из ее участников, кстати, запропонировал отрядить до Вашингтона в качестве спецпредставника Андрея Ивановича вместе с Семенченко, Юлию Володимировну вместе с Парасюком. Если самопомощь организовала и потренировала блокаду, то хай бы выправляла наследки цієї диверсии. Звичайно, пропозиция была жартами, нам не до жартів. Сам мэр Львова своей вины не чувствует и даже готов отправиться на переговоры в Вашингтон. Если будет такое запрошение, почему нет? А вот отдельных участников блокады надо привлечь к ответственности. Есть за что, говорит президент. Добре понимаю позицию руководителя национальной полиции Князева, который наполягает. Чтобы притягнуть к ответственности народного депутата, который использовал насильство, погрозы и хамство полицейских. Речь напомню о конфликте нардепа Парасюка и правоохранителей на блокпосту в Славянске. Произошло это 14 марта. Генпрокурор заявил, следствие передали в ГПУ. Национальная полиция до минулого пятницы расследовала эти справи. Сейчас эти справи выкликаны в Генеральную прокуратуру и будут вымчены. В разе наявности подставок подания для притягивания до криминальной предприятий будет, согласно Конституции, направлено до Верховной Рады. В отношении Парасюка, по словам Луценко, открыты уже два уголовных дела. Кроме конфликта с правоохранителями, прокуратура расследует и нападение на журналистов. Анна Каменева, Геннадий Аникеенко, подробности телеканал Интер. Он готов ехать в Вашингтон, но готов ли отвечать за работу на посту градоначальника? Речь о пожаре на свалке в Грибовичах. Все обвинения в свой адрес Садовый считает политически мотивированным. Его подчиненные тоже вины за собой не видят. Сегодня во Львове как раз слушали дело о трагедии на полигоне. Но процесс свет на историю не пролил. Возможно, потому, что свет в зале внезапно погас. Почему электричество закончилось? Выясняла Галина Якушко. Мигают лампочки и судья нервно стучит пальцем по столу. Таков итог заседания по делу о трагедии в Грибовичах. Начиналось все вполне благочинно. В 10 утра в зал впервые прибыли все участники. На скамье подсудимых Богдан Горбаль, экс-директор предприятия, которое обслуживало свалку, его заместитель Борис Слашенко и выздоровевший директор полигона Александр Куприч. Судья открывает заседание. Прокурор зачитывает подозрения. Это несколько десятков страниц, два часа слушаний. И тут произошло нечто непредвиденное. Суда не будет. Электричество кончилось. Секретарь вызывает электрика, но тот говорит бессилен. Судья объявляет перерыв до 10 апреля. Продолжат ли слушания в этом суде пока не ясно. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, намерен передать дело в другую область во избежание фальсификации со стороны руководства Львовского горсовета. За это должен наступить, в том числе, криминальная ответственность. Как руководство коммунального предприятия Сбиранка, которые уже притягиваются к ответственности и получили свои подозрения, так и тех ответственных работников Львовской районы, которые своей бездействительностью довели до такого состояния. Кто будут эти работники? Сейчас установлю следствие. Сам городоначальник Андрей Садовы играет на опережение. И уже готовится к тому, что ему вручат подозрения. Ну а пока Садовые решают в Киеве вопросы, по его мнению политические, Львов утопает в мусоре. Контейнеры переполнены во всех районах. А уже вечером стало известно, что из-за проблем с вывозом мусора во Львове собираются прервать учебный процесс. Галина Якушко с нами на связи, от нее узнаем все подробности. Галя, здравствуй. Так правда ли, что львовские школьники могут уйти на внеплановые каникулы? Добрый вечер, Катя. Незапланированные каникулы могут объявить со дня на день. По домам хотят распустить учеников 60 школ в трех районах города. Это Шевченковский, Залезничный и Франковский. Мусор из учебных заведений детсадов не вывозят уже почти месяц. Спасают только то, что на улице еще прохладно, ночью около нуля. Иначе из-за запаха находиться в помещениях было бы просто невозможно. Но уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют повышение температуры до 15 градусов. Большинство — это ежедневные отходы в учебных заведениях. И это очень серьезная проблема погрешения санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Львове. Это камаги, это мухи, это гризуны. Мы все равно проводим заходы с дератизацией, но результат этого не дать, пока те, когда они на ней майданчики не будут промытыми. Решение о приостановке учебного процесса может принять комиссия по чрезвычайным ситуациям. Созывает ее мэр города Андрей Садовый. Когда это произойдет, точно пока неизвестно. Катя? Спасибо, Галя. Это была Галина Якушко. Она рассказала нам о возможном закрытии школы в Львове. Тем временем фуры со львовским мусором едва ли не каждый день задерживают то в одной, то в другой области. Но они продолжают колесить по Украине. Сегодня два грузовика появились в Днепропетровской области. Они как раз сбрасывали отходы, когда приехали полицейские. В товарно-транспортных накладных, которые показали водители, значилось «груз везут в Кривой Рог». В куче мусора были обнаружены фискальные чеки из магазинов Львова. И в том же Днепре разыскивают гастролера, который грабит пункты выдачи быстрых кредитов по всей Украине. Известно, что он уже побывал в Черниговской, Киевской и Харьковской областях. Подробности знает Елена Миндалюк. В Днепре злоумышленник ограбил два отделения выдачи быстрых кредитов всего за час. По словам сотрудников, все происходило как в кино. За час до закрытия зашел мужчина и с порога сообщил – это ограбление. Слышала, что приходил он вроде как с гранатой и все. И больше у него ничего. Шапки и очки. Вооруженному грабителю девушка-менеджер сопротивления не оказала. Отдала ему все, что было в кассе – 12,5 тысяч гривен. После чего мужчина скрылся. Пострадало и еще одно отделение уже в другом спальном районе. Сценарий тот же. Он зашел спокойно. В шапки, в очках, в перчатках. Сказал – здравствуйте, это ограбление. Где сейф? Открывай сейф. Спросил, почему так мало денег. Сказал – до свидания. Через 10 минут вызывайте полицию. Ни в одном, ни в другом отделении круглосуточной охраны нет. Только тревожная кнопка. Сотрудницы нажимали ее. Но служба охраны приезжала, когда грабителя уже и след простыл. В полиции говорят, его подозревают в 11 ограблениях. Киеве, Чернигове и Харькове. Суммы незначны. От 2 тысяч гривен до более 20 тысяч гривен. Однако, за данными фактами, за всеми открытиями криминальных проведений, за фактами разбой. Личность грабителя правоохранители пока не установили. Есть только ориентировка. Мужчине на вид 30-35 лет. Крепкого телосложения. Одет во все черное. Носит кожаную сумку через плечо, говорит по-русски. Также известно, что машины у него нет. Передвигаются на общественном транспорте. Не исключено, что на этих ограблениях злоумышленник не остановится. В Днепре объявлен план перехвата «Сирена». Разыскиваемому грозит до 15 лет заключения. Елена Мендалюк, Евгений Конденцов. Подробности телеканал «Интер» Днепр. А в Ривной разыскивают неизвестных, которые сегодня ночью из ручного противотанкового гранатомета обстреляли городское управление патрульной полиции. Версии – хулиганство, терроризм или месть. Все детали у наших корреспондентов. В половине третьего ночи мощный взрыв разбудил жителей домов, расположенных вокруг городского управления патрульной полиции. Начальник управления в этот момент находился в своем рабочем кабинете. На улице Котляревского патрульной обнаружили тубус от ручного гранатомета и вызвали следственную оперативную группу и взрывотехников. А сам снаряд через крышу попал в гаражный бокс, переоборудованный патрульными в тренажерный зал. Повреждены крыша и стена. Во время взрыва в помещении никого не было. В управлении патрульной службы допускают, что неизвестные целились в рабочие кабинеты. Рядом с тубусом неизвестные оставили записку, но ее содержание следователи не разглашают. Про инцидент полицейские Ривнова доложили в МВД. Уголовное производство открыли по статье «Хулиганство», хотя основная версия следствия – выстрел совершили с целью дестабилизации ситуации в области. Ольга Иванченко, Николай Василюк. Подробности телеканал «Интер» Ривны. Трое военных погибли, восемь ранены, сообщают в штабе АТО. Боевики обстреляли село Водяное на Мариупольском направлении. Из реактивных установок залпового огня уже днем ударили по позициям наших бойцов и по жилым домам. А к вечеру канонада вражеских минометов звучала под Авдеевкой и в районе Донецкого аэропорта. Подробнее из зоны АТО Ирина Баглай. По переднему краю только перебежками. В песках не осталось даже стен, за которыми можно укрыться. Окопы боевиков совсем близко. Дождливая погода и туманы – одна из причин, почему сегодня в песках тихо. Но вот если обстрел, то за счетом ни секунды научишься скользить по месиву из глины, а заодно еще и получишь ускорение, чтобы спрятаться. Боевики тишину используют, чтобы укрепиться. Хорошо видны бетонные перекрытия их блиндажей. Военных постоянно держат на прицеле и провоцируют на ответный огонь, чтобы выявить оружие армейцев и ликвидировать их огневые точки. СПГ прилетает 73-го калибра, минный 82-го, АГС. Часто бывает даже так, что на схаты тяжко выйти. Да, подсыпают не только из одного направления, а из двух. И артиллерия может подключаться. Но чаще всего в песках фиксируют, как боевики бьют из артиллерии по соседней Авдеевке. В селе же боевики пытаются прорывать оборону штурмовыми группами. Я думаю, что профессионалы, потому что там, как сказать, минувалось много ким, знаете, в передние годы. И, в принципе, идущим зацепиться растяжек, не взорваться. Мы ведем достаточно качественное осторожение, я скажу, и не даем им подойти на 200 до нас. Интенсивность огня военные измеряют количеством пуль, которыми и погашают активность врага. Лента на 100, то есть секунды на 45 хватает. На 200, вон, в такие коробочки. Облизно нахуй в глаз. Ударили сегодня боевики по селу Водяное ракетами из реактивных установок залпового огня «Град». Этот обстрел зафиксировали военные камеры. Одновременно российские наемники накрыли позиции армейцев и снарядами ствольной артиллерии. Среди военных есть погибшие и раненые. А к вечеру артиллерия противника переключилась на Авдеевскую промзону. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занинской области. Подробности, телеканал Интер. Обладатели паспортов, так называемых ДНР или ЛНР, смогут находиться на территории России больше трех месяцев подряд. Такую информацию распространила сегодня российская МВД. Как сообщается, в указе использована формулировка «отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины». Также в интервью местным СМИ представители миграционных служб РФ заявили, что считают жителей непризнанных республик гражданами Украины. У России конфликт с Израилем. Самолеты ближневосточной страны бомбят позиции террористов в Сирии. И Москва требует объяснений от израильских дипломатов. Подробнее в материале Сергея Ослендера. Событие по нынешним временам произошло, прямо скажем, рядовое. Ночью четверка израильских самолетов вошла в воздушное пространство Сирии и разбомбила конвой, который, по оперативным данным, вез зенитные ракеты для террористов из Ливанской Хизбаллы. А вот дальше события начали развиваться буквально как снежный ком. Впервые за много лет на налет отреагировала сирийская ПВО, которая выпустила вслед бомбардировщикам несколько зенитных ракет. Одна из них пошла в сторону Иерусалима. И тут среагировала израильская ПВО, которая сбила этот снаряд. Его осколки упали в Иордании. Сирийцы, правда, заявили, что сбили один израильский самолет, еще один повредили. Но Иерусалим эти сообщения категорически опровергает. Все машины благополучно вернулись на базу. Дальше произошло нечто и вовсе. Из ряда вон израильского посла вызвали в российский МИД для дачи объяснений. Он объяснил, что еврейское государство рассматривает любую попытку передачи оружия террористам, как переход своеобразной красной линии с соответствующей реакцией. Своего посланника поддержал премьер Нетаньягу. Наша политика очень последовательна. Когда мы узнаем о попытке передать современное оружие Хизбалле, мы делаем все, чтобы предотвратить ее, при условии, что у нас есть соответствующая информация и возможность оперативно отреагировать. Это именно то, что произошло и то, что будет происходить всегда. Вообще-то вызов израильского посла в российский МИД – это грубое нарушение дипломатического протокола. Израиль не обязан отчитываться перед Москвой о своих действиях в Сирии, то есть в третьей стране. Но объяснения объяснениями, а налеты в полном соответствии с ними как раз продолжились. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли удары по позициям сирийской ПВО в районе Голландских высот, а заодно в районе Кунейтры уничтожили автомобиль, в котором передвигался высокопоставленный террорист Ясер Ассият. Он убит. А заодно, чтобы уже расставить все точки над «и», с громким заявлением выступил министр обороны Израиля, Виктор Либерман, он четко и ясно дал понять, что в следующий раз после атаки на израильские самолеты сирийские батареи ПВО будут немедленно уничтожены. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». ФБР расследует влияние России на ход выборов президента США. Сегодня в Конгрессе это впервые официально подтвердил директор бюро Джеймс Коми. Во время заседания он уточнил, что речь идет о расследовании любых связей между представителем штаба Дональда Трампа и российскими властями. В то же время директор ФБР заявил, у разведки нет данных о прослушке Трампа администрации предыдущего президента Барака Обамы, о чем тот заявлял ранее. При всем уважении к твиттам президента, утверждающим о прослушке со стороны предыдущей администрации, у меня нет информации, которая может это подтвердить. Также данных об этом нет и в Министерстве юстиции. Трамп сегодня рассказал, кто готов воплощать его пресловутый проект «Стена». А погранслужба США обнародовала увесистый список требований к застройщикам. И, похоже, это грандиозное сооружение потянет из американского бюджета весьма увесистую сумму. Как видят стены в Вашингтоне, Дмитрий Анопченко знает все детали. Ее уже прозвали «Великой американской стеной» по аналогии с «Великой китайской». Масштаб, конечно, не тот, но споров и разговоров этот проект вызывает столько, ведь сооружение будет грандиозное. Граница США и Мексики 3145 километров, и она долго была практически прозрачной. Заграждения, чтобы остановить наркотрафик, начали строить еще при Билли Клинтоне. Порядка тысячи километров перекрыли при Буше-младшем. Смета тогда составила 6 миллиардов долларов. Денег катастрофически не хватало, и работы просто остановили. Так что Трампу теперь предстоит достроить еще 1600 километров стены на наиболее сложных участках. Американская пограничная и таможенная служба, здесь это единое ведомство, сейчас вывесила детальный список требований к тем, кто возьмется за сооружение стены. И когда посмотришь его, то такое впечатление, что здесь вовсе не пограничное сооружение, а новый Форт Нокс, хранилище золотых запасов страны, решили построить. Проекты с высотой менее 5,5 метров даже рассматривать не будут. В документах указано, что в идеале стена должна быть выше 9 метров, выглядеть солидно и внушительно. По завершении строительства ее следует выкрасить в приятный цвет, но только со стороны США. На покраску обратной стороны можно и не тратиться. Расписаны и характеристики прочности, причем не технические параметры, а вполне конкретные моменты. Через стену должно быть невозможно перелезть или сделать подкоп. Она должна быть настолько прочной, чтобы проделать отверстие в 30 сантиметров можно было не быстрее, чем за 60 минут. В проекте указано, что сооружение должно в течение часа выдерживать воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и даже ручной автоген. Дональд Трамп накануне дал большое интервью Fox News, в котором сказал, как бы его не критиковали, но проект будет совершен, стена в Америке появится. Другое дело, что он не упомянул о том, кто все-таки за это заплатит. Дело в том, что политик очень часто заявлял, что все до цента компенсирует Мексика, но сейчас выясняется, что финансировать все-таки придется американским налогоплательщикам. В проекте бюджета США предусмотрено, что на строительство выделят полтора миллиарда долларов. Сколько миль стены за эти деньги удастся соорудить, непонятно, ведь большую часть съест подготовка проекта и котлован. А в главную смету страны 2018 года на стену заложат еще больше 2 миллиарда 600 миллионов. Это весь дефицит бюджета Украины в прошлом году. Ну и теперь в Конгрессе предстоят очень серьезные бои для того, чтобы бюджет Америки с этой вот строчкой на финансирование стены все-таки утвердили. Дело в том, что одно из двух своих главных предвыборных обещаний – остановить поток мигрантов Дональд Трамп выполнить так и не может. Его антимиграционные указы постоянно блокируют в судах. Поэтому завершить до конца начатое, построить стену является для него вопросом и престижа, и авторитета, и даже рейтинга. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». В Соединенных Штатах умер самый известный миллиардер в мире – Дэвид Рокфеллер. Филантроп не дожил до своего 102-го дня рождения всего 2,5 месяца. Рокфеллер скончался во сне в своем умении возле Нью-Йорка. Он был внуком одного из самых влиятельных людей своего времени – нефтяного магната и первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Учился в Гарварде, степень доктора экономики защитил в Чикагском университете. Во время Второй мировой служил в разведке, после войны занимался семейным бизнесом. На благотворительность он жертвовал сотни миллионов долларов. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. В ЕС беспошлин. Как в Бельгии решали, сколько украинских товаров пускать в Евросоюз? Отмашка Терезы Мэй. Лондон готовится к началу процесса отделения от ЕС. В Европарламенте сегодня обсуждали, увеличивать ли квоты на украинскую продукцию, которую продают в ЕС беспошлин. Проблема актуальная, ведь часть производителей уже за первые месяцы исчерпала годовую квоту. Цена вопроса – 100-150 миллионов евро, подсчитали в Минэкономике. Подробности узнаем у нашего брюссельского корреспондента Елены Абрамович. Лена, здравствуй. Расскажи, когда ждать окончательного решения по квотам и каким оно может быть? Катя, вопрос с квотами будет решаться также постепенно и с соблюдением всех тонкостей европейской бюрократии, как и вопрос без виза. То есть утвердить его должны три институции Европейского Союза – это парламент, комиссия, а также совет. И тема квот, как и без виза, далеко не простая. Сегодняшний докладчик на комитете отказался давать нам комментарии, дескать слишком чувствительный вопрос и попросил дождаться начала апреля. Тогда проблему должны обсудить все три политические группы. Некоторые страны побаиваются, что украинская продукция вытеснит европейскую из полок магазинов. Фермы ЕС и без этого устраивают акции и демонстративно выливают молоко. Говорят, пускай лучше никому не достанется, чем будут продавать его за копейки. Поэтому премии между еврочиновниками ожидаются серьезные. Агрокомитет предложил исключить такие позиции, как пшеница, переработанные томаты, а также уменьшить импорт ячменя с 350 тысяч до 50 тысяч тонн. Я работаю с коллегами, чтобы достигнуть компромисса в этом направлении. Напомню, право ввозить ограниченное количество продукции без пошлин ЕС дал Украине в рамках соглашения о зоне свободной торговли. Того самого, из-за которого Россия закрыла свои рынки для Украины. Брюссель решил поддержать Киев и в одностороннем порядке частично открыл свой рынок. Впрочем, для некоторых категорий товаров это стало каплей в море. Как, например, квоты 2017 года на мед Украина использовала уже 11 января. То есть годовую норму исчерпали всего за десяток дней. Похожая ситуация с соками и сахаром. Но есть и продукты, квоты на которые значительно больше. Впрочем, они не могут зайти на рынок Евросоюза из-за низкого качества. Украине дали время до 2023 года, чтобы повысить стандарты качества до уровня европейских. Согласно соглашению о зоне свободной торговли, после этого, то есть уже через 6 лет, Украина и Евросоюз должны открыть свои рынки уже без каких-либо ограничений. Студия. Спасибо, коллега. Это была Елена Абрамович из Брюсселя. Потасовка в Николаеве. Во время акции против высоких тарифов на коммуналку, митингующие сошлись в рукопашной. Почему? Вся подробности у Кирилла Ющишина. На выходных в Николаеве возле подъездов появились объявления. Людей созывали на акцию в защиту русскоязычного населения. Такая же информация гуляла в соцсетях. Начало сбора в понедельник в 10 утра возле здания горсовета. Сегодня утро митинг действительно собрался. Пришли пенсионеры. Сказать нет высоким тарифам на коммуналку. 1200 я могу прожить. За месяц. Даже без отопления. Вот только условия без отопления. Что я должна покупать и что я должна поесть. Тем более еще внуков четверо. Здесь же собрались и те, кого призывали защитить русскоязычное население. В какой-то момент завязалась потасовка. Вы меня убарите. Иди сюда. Иди сюда. Вы меня убарите. Впрочем, полиция довольно быстро разняла дерущихся. Организаторы антитарифного митинга уверяют. Собирали людей, чтобы обратить внимание властей в Киеве на завышенные тарифы на коммуналку. А кто-то просто решил присоседиться к их акции. Кто-то хотел сорвать исключительно социальную акцию. Исключительно и только. Все партии независимого цвета, знамени, убеждений все. За то, чтобы в основном эти драконовские тарифы были, как говорится, отменены. В результате оба митинга все-таки объединились. Ведь высокие тарифы не устраивают ни пожилых, ни молодых. С нормальной даже зарплатой не хватает. У меня организация частников-инвалидов взяла на работу. Я работаю, получаю, вроде бы неплохо, 6 тысяч. Мне этих денег не хватает. Митинг продолжался несколько часов. Но за все это время ни один чиновник к людям так и не вышел. Поэтому решили собраться снова, через неделю. Кирилл Вещишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер, Николаев. Перестелка в Черкасской области. Бойцы спецподразделения КОРТ застрелили подозреваемого. Операцию правоохранители проводили в Золотоножском районе. Задерживали членов банды, подозреваемых в серии разбойных нападений. Подробностей немного. Известно, что один из преступников начал стрелять. Полицейские открыли огонь в ответ и тяжело ранили стрелка. Он умер еще до приезда скорой. Скандал в Черновцах. Общественные активисты бойкотировали съезд национальных меньшинств. Устроили потасовку, обвинили организатора мероприятия в связи с сепаратистами. И добились, чтобы полиция увезла его в наручниках. Все видела Ольга Паломарюк. Возле гостиницы Буковина сегодня было неспокойно. Активисты, ветераны АТО и волонтеры пришли на презентацию некой общественной организации защиты прав нацменьшинств. Уверяет ее председатель. Олега Хавича знают давно. Политологу приписывают связь с сепаратистами. О, патриотизм его, а! Вишиванка на трусах! О, ждем вишиванки! Він часто пише блоги досить такого сепаратичного настрою. А, в частности, если важно посмотреть на интернет, звучит вопрос о активном вопросе федерализации. Поэтому сегодня представители разных общественных организаций, небайдужие Буковинцы, пришли сказать свое слово, что на Буковине нет проблем с защитой нацменьшин. Увидев Хавича, активисты бросаются к нему, вызывают полицию. Хавичу становится плохо. Просит вызвать скорую. Но вместо этого ему объявляют общественный арест. Хавича увозят в райотдел полиции. А вот приглашенные на презентацию представители румынской общины в недоумении, дескать, хотели просто поговорить. Действия активистов осуждают. Если бы кто-то сказал что-то против Украины, или против шляха Украины до Европы, тогда это другие вопросы. А так, мы же не смогли разговаривать. Во-первых, это отсутствие культуры. Где сейчас Хавич? Пока неизвестно. Его телефон не отвечает, а в полиции ситуацию не комментирует. Активисты, тем временем, предполагают, никакого собрания сегодня не должно было быть. Акцию называют пиар-проектом. Но чем именно, мнения расходятся. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интерчерновцы. 29 марта. Это официальная дата начала Брекзита. Британский кабинет министров наконец-то объявил, когда стартует процедура развода с ЕС. Как реагируют политики и простые граждане? Узнаем у Оксаны Кундеренко. Обещала, выполняет. 29 марта. Официальная дата, когда Тореза Мэй отправит письмо из Лондона в Брюссель. Письмо с официальным уведомлением. Она задействовала статью 50 Лиссабонского договора и начинает процедуру Брекзита. Это значит, начнутся долгие и непростые переговоры. О торговле и границах, о перемещении людей, праве работать и учиться. И еще о многих и многих спорных вопросах. Когда народ в прошлом году проголосовал на референдуме, это было не только по поводу выхода из ЕС. Народ голосовал за перемены, за то, чтобы страна работала на благо всех, а не привилегированного меньшинства. Президент Евросовета Дональд Туск на новости из Лондона отреагировал быстро. Ему понадобится всего двое суток, чтобы раздать инструкции оставшимся странам-членам ЕС. В столице Европы не скрывают, их команда давно готова к разводу и получше, чем сами британцы. Нам сообщили заранее, мы давно готовы к переговорам и с нетерпением ждем официального письма. Теперь, когда есть конкретная дата, 29 марта, мы уверены в себе. Бюрократы и чиновники настроены работать, а вот люди в подвешенном состоянии. Десятки тысяч человек по обе стороны Ла-Манша вынуждены бегать по кабинетам и собирать бумажки, чтобы получить право работать и жить либо в ЕС, либо в Британии. Вдруг ты оказываешься гражданином второго класса. Работать тебе надо столько же, сколько и остальным. А проверки превращаются в круги ада. Можно и без работы остаться. Впрочем, недовольство ничего не изменит. Процесс отделения от ЕС уже не остановить. А сама Европа тем временем готовится к празднику. На этой неделе в Италии отмечают 60-летие подписания Римского соглашения. По сути, это создание ЕС. Но Терезу Мэй на торжества не позвали. Если все пойдет по плану, то еще одно историческое событие Brexit состоится в марте 2019 года. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Почему в Бонне рухнул бизнес-центр? Зачем в китайских уборных сканируют леса человека? И какое животное в Германии делает массаж клиентам парикмахерской? Смотрите в нашем международном обзоре. Индийский фермер отсудил у железнодорожной компании поезд. Перевозчик Indian Railways купил у мужчины землю для строительства путей, но так за нее и не заплатил. Не нашли 150 тысяч долларов. Индиец подал в суд и в качестве компенсации получил 20-вагонный пассажирский состав. И предупредил, если денег компания не найдет, поезд продадут. В Бонне зрелищно подорвали высотку. Здание, построенное в 60-х годах, было главным бизнес-центром города. Но после того, как столицу перенесли в Берлин, строение пришло в упадок. Взрыв тщательно спланировали, пригласили даже журналистов. Многие жители города пришли посмотреть, как упадет высотка. На месте Бонн-Центр вскоре построят новый бизнес-центр. В французском городе Малион-Лишар грабитель-неудачник застрял в витрине магазина. А грабить успел, но убежать до приезда жандармов не получилось. Вор молотком пробил дырку в окне и залез в магазин, но выбраться тем же способом не смог. Чтобы вытащить мужчину из витрины, полицейским пришлось вызвать спасателей. В уборных китайского парка Тянь-Тянь установили защиту от воров туалетной бумаги. Ее будет выдавать специальный автомат после сканирования лица человека. Каждый посетитель должен улыбнуться в камеру, чтобы вылезла ровно 60 сантиметров бумаги. Повторно ее можно будет получить только через 10 минут. Некоторые посетители возмущены. Машина выдает бумагу 30 секунд, и это иногда слишком долго. В парикмахерской хар-мода Тим в Дрездене появилась весьма необычная услуга. Во время стрижки массаж там делает живой питон. Такое новшество появилось после поездки владельца в Южную Африку. В свой бизнес он пристроил 13-летнего королевского питона по кличке Монти. Мия весит почти 2,5 килограмма, ее длина превышает метр. Такая экзотическая процедура стоит 35 евро. Легендарная британская группа Depeche Mode готовится к мировому туру. Global Spirit Tour стартует 5 мая. Одна из остановок – украинская столица Киев. Накануне в столице немецкой, Берлине, музыканты представили свой новый альбом Spirit и дали эксклюзивное интервью программе подробностей. О музыке, политике и Украине одного из музыкантов группы расспросила Татьяна Лагунова. Берлин, столица Германии, первая услышала новый альбом легендарных Depeche Mode. Купить билеты на премьеру было невозможно, даже за очень большие деньги. Их разыгрывали среди фанатов из разных стран мира. На эксклюзивный концерт попало всего тысяча человек. Остальные могли посмотреть трансляцию в интернете. 14-й по счету и самый политический из всех альбомов. Так музыканты Depeche Mode сами коротко описывают свою новую студийную работу. Этот альбом намного более политический, чем наши обычные альбомы. В последний раз подобную вещь мы выпускали в 80-х. Это был Construction Time Again. Сейчас в мире не разбериха. Мы хотели бы, чтобы наши фаны задумались о событиях, которые происходят. Первый сингл альбома, Where is a Revolution и все остальные песни, это музыкальная реакция на политические потрясения, которые переживает современный мир. Это избрание Трампа, и Brexit, и события в Украине, и Сирии. Я не думаю, что мы можем изменить мир. Это задача правительств и лидеров. Но если люди начнут задумываться о всех этих вещах чуть больше, это тоже поможет. Выход Британии из Евросоюза знаменитые британцы из Depeche Mode, кстати, не поддержали. Нет, нет, я очень расстроился. Я живу в Лондоне, и большинство жителей города проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. За Brexit голосовала, как мы говорим, маленькая Англия. В Европе Depeche Mode начнут свой новый мировой тур, первый концерт в мае в Стокгольме, затем по плану еще более 30 городов в 20 европейских странах. Среди них и Киев. Своё предыдущее выступление в украинской столице в феврале 2014-го группа отменила из соображений безопасности. Теперь обещают, будут обязательно. Я следил за событиями в Украине. У нас нет оснований думать, что концерт может быть отменен. Мы приедем, и мы хотим выступить в Украине. Киевский концерт состоится в июле на стадионе Олимпийский. Татьяна Лугунова, Вячеслав Пролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Ну и последние новости из администрации президента. Напомню, там проходит встреча лидеров фракций с главой государства. С нами на связи Алла Матюшок. Алла, есть ли какие-то новые детали разговора и закончилась ли уже беседа? Да, Кать, нам стало известно, что перед началом встречи президент Петр Прошенко выступил с вступительным словом. Он обратился к народным депутатам, заявил, что необходимо обсудить ситуацию, которая сложилась в стране, что касается блокады на Донбассе, а также отстрочки очередного транша МВФ. Также заявил, что необходимо стабилизировать ситуацию. Для этого нужно консолидироваться и провести эту пленарную неделю активно. Алла, спасибо тебе за работу. Больше новостей на нашем сайте, подробности.юэй. А я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова